Осталось инвалидам. Никому не нужно. Два месяца нестерпимой боли, тяжелой операции, травмы, которые не заживают. Маша теперь буквально живет в больничной палате. Ко всему этому привело то, что женщина оказалась не в том месте, не в то время. Я на своем рабочем месте делала кофе. Там была потасовка, драка Олег с Сашей. Дрались они там, что-то делали, все. И Олег пошел к своей машине, дал задний ход, вышел с ружьем, это обрез. Он на зов Саши, который держал меня сзади, такой силой, что я не могла вырваться. Он, значит, стреляет прямо мне в ногу, но он был на большом расстоянии, далеко от меня. И попадает, я была щит. Я ничего не выбивала, ничего не делала. Впереди Машу ждут новые операции. Курс реабилитации, который затянется на несколько лет. Инвалидность на всю жизнь. Там третья часть нижней кости просто отстреляна. И они сейчас, благодаря аппарату, они вытянули ногу и ждут, пока что-то там будет нарастаться. С коленом тоже. Там, вот как мне объяснили, вот колено с двух сторон, по полколена полностью отстреляно. Там вопрос с нервами, потому что пальцы, она хоть вроде бы и чувствует, но пальцы чуть-чуть только, она может вынести, и все. Сосуды. В колене сейчас вот такая дырка большая, глубиной вот такая. Она не затягивается. Каждый вечер боли адские. Она орет, просто истерически орет. Семья Маши и юристы боятся, что виновные могут остаться безнаказанными. Те действия, которые он выполняет, он выполняет умышленно с нарушениями закона, что говорит о том, что впоследствии виновный человек будет судом признан невиновным, потому что абсолютно все доказательства собираются сейчас незаконно. Он незаконный способ истребует документы, незаконный способ устанавливается экспертиза, отказывается в отношении второго виновного по фамилии Гребенча возбуждать уголовное дело. На сегодняшний день человек уже пострадал материально больше на 400 тысяч гривен. Никакой помощи виновные лица ему не оказывают. Стрелок сейчас на свободе. Ему изменили меру пресечения. Когда эта вся ситуация произошла, это был январь этого года, мы сразу же после того, как объявили подозрение указанному гражданину, обратили в суд с тем, чтобы его взяли под арест. Имеется в виду, в содержании под стражей избрали меру пресечения. Суд первой инстанции согласился с нашими доводами, и этот человек был заключен под стражу. Вместе с тем, сторона защиты обжаловала в апелляционном суде, и апелляционный суд изменил эту меру пресечения на домашний арест. Ряд статей этому гражданину меняют. Это и покушение на умышленное убийство 115-е, это и тяжкие телесные увечья, то есть это имеется в виду, когда женщину в ногу был выстрел. А также это незаконное ношение и переделка оружия, то есть поскольку у него обрез охотничьего ружья переделанный. От имени мужчины, который по словам пострадавший, прикрывался ею как живым щитом. С юристами общается его супруга. По делу он проходит как пострадавшая сторона. В четверг в Приморском суде пройдет первое заседание по этому делу. Тем временем у семьи Маши катастрофически не хватает денег на дальнейшее лечение. Анна Граденцева, Михаил Данилов, телеканал «Репортер».